Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас будет раскладка плитки на пороге. Керамогранит размер 60 на 60. Вот она. Я ее изначально разложил на кухне для того, чтобы уже визуально определить размер, подгонку швов, потому что вроде визуально кажется плитка одинаковая, но начиная укладку мы понимаем, что швы у нас все пляшут. Где-то у нас миллиметр, где-то у нас два миллиметра. То есть визуально это будет уже заметно после укладки. Поэтому я изначально уложил ее вот тут на пол, но производится данная укладка будет на пороге. Порог у нас вон там. То есть сейчас я вот по этой вот раскладке пронумерую каждую плитку в отдельности и уже буду носить туда на порог и производить укладку. Без этой нумерации нам хорошо плитку уложить не получится. Также буду использовать систему СВП от 3D-крестики. Ну, короче, что у меня получится, мы увидим после. А я взял вот такую присоску Leroy Merlin, фирма Dexter, до 50 килограмм. Чтобы производить укладку данной плитки, это будет достаточно. Есть, конечно, более мощные присоски на алюминиевом каркасе, но я думаю, сегодня я испытаю вот эту с пластмассовой ручкой. до 50 килограмм максимальный вес. Посмотрим, как она выдержит, как она поведет себя. Если будет все хорошо, то хорошо, а если будет плохо, то плохо. Итак, аккуратненько распочивали, распочухали. И теперь пробуем фиксировать присоску на плитке. Раз, два. Плитка поднялась. Присоска держит. Что-то тяжеловато, конечно, но я думаю, справится. Вот, набираться направление стрелочки цифра 1. Клеим присоску. Ух ты! Это уже плохо. Это уже плохо. Странно. Вроде присосалась. Так, вот мы находимся на пороге. Получается, вот в этом месте нам нужно будет выложить все эти плитки. Я предварительно закрунтовал. Здесь вот у меня уложен теплый пол. Он, соответственно, будет находиться уже под самим этим напольным покрытием. Так, вот отметка, по которой нам нужно будет выложить плитку. Примыкание. Здесь дальше будет линолеум, переходной порог. Ну, это уже, короче, нам неинтересно. Нам нужно сейчас разложить всю плитку вот здесь вот на пороге. Приблизительно раскладку произвели. И угол определили. Ну, теперь замешиваем клей и начинаем раскладку уже по факту. Сюда, получается, кусочек у нас будет сразу подрезаться. Сразу можем его сделать. Сразу, чтобы можно было его уложить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, приблизительно раскладка ясна. Поставил провелы для того, чтобы у нас плитка не сместилась чуть-чуть туда. Вот. Установил импровизированные опоры в виде бочек от грунтовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, все. Подготовка завершена. Начинаем укладку. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, процесс укладки керамогранита на пол практически завершен. Остался вот этот маленький уголочек. Плитка не скажу, что прям шикарная. Углы все равно у нас местами не сходятся. Перекрестия не совпадают. Где-то размеры пляшут, где-то диагонали нет. Ну, в общем, плитка, скажу вам, не очень. Ну, я уж старался как мог, чтобы вывести все. Хотя бы, чтобы глазу было это незаметно. Надеюсь, это у меня получилось. Посмотрим. Результат уже будет после того, как я разобью все эти СВП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, как-то так. Я думаю, здесь надо будет использовать темную затирку, потому что все-таки это входная группа. И, заходя с улицы, светлая затирка будет очень сильно мараться. Поэтому что-нибудь серенькое, темненькое. Это мое предположение. Как решат заказчики, я пока не знаю. В общем, видно будет чуть позже. Ну, а пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что ж, плитка у нас очищена, швы почищены, все. Теперь визуально она выглядит совсем по-другому. Плиточка называется Ат Атас Бланко. Сейчас я заклею все швы малярным скотчем, для того, чтобы во время ремонта швы были не запачканы. Но, в принципе, тут заказчик еще может это все укрыть. Желательно укрыть. У меня просто пока нечем это сделать. Надеюсь, у заказчика появится что-нибудь, чем он это сделает, и защитит тем самым еще и саму плитку от грязи. Итак, швы заклеил малярным скотчем. Теперь пыль, грязь. Швах у нас не останется. Останется только на поверхности плитки. Но это можно спокойно будет ее отмыть. Все. На этом пока все.